всем привет сегодня мы снова в барселоне первым делом куда мы зашли магазин китайского барахлишка на самом деле она здесь получше качеством это аналог я присмотрела вот такую классную сумку блин я экономлю что и так столько денег тратится на все про все поэтому просто хотя бы пощупаю по ценам сережки вот абсолютно китайского вида стопудовое китайского производства стоят сколько 17 долларов или 13 евро допустим вот такие круглые остальные в таком же диапазоне хотя казалось бы барселона нет все то же самое практически что у нас краснодаре сломанный крабик кто-то откусил ему зубки кстати вот практически один в один такую сумку недавно выпускал фаберлик спереди выглядит как рюкзак и сверху широкий такой ремешок и практически такая же розовая кстати в барселоне точно также любят перья есть вот такие ярко-ярко синие вот не знаю мне кажется мне идет но потому что мне постоянно критиковали насчет них я короче какое-то время перестала ими пользоваться есть совсем такой карнавальный вариант с цепями камнями а вот эти вообще жутко похожи на те что у меня были которые заказывала с китайского сайта поэтому насчет отличия провинциалов по перьевым серьгам я теперь бы очень поспорила здесь стоечка распродаж и слушайте кто был на черном море у нас продается один в один точно такие же браслеты из ракушек перламутровая стоила все это счастье до скидки 13 евро сейчас можно купить за 4 вот смотрите какой смешной вариант каф птица дивная попугай внутри насленного ухо то можно идти в бабуину смело в этом же магазине бюжутерии мы нашли модель бабульку да я у нас в краснодаре такого не видела в общем бабулька демонстрирует очки вот наравне с молодыми моделями что-то девушка продавец так удивилась как будто я не знаю что там сделала не камеры достала двинулись мы к осмотру достопримечательности очень решили не брать повторную экскурсию платную автобусную потому что на первый такого знаете обзорный тур когда вы знакомитесь с городом она классно но там в принципе о каждом объекте говорят буквально пару слов потому что автобус едет толком не останавливается до возле каждой достопримечательности поэтому просто говорят кто создал в каком году ну и там не знаю пара предложений как-то рассмотреть все это подробно ну либо прям полную информацию вы вряд ли узнаете поэтому мы решили не тратиться что 27 евро на два дня 35 евро и походить походить пешком тем более многие достопримечательности кучку со то есть принципе можно за день обойти как минимум я думаю полгорода но будем смотреть кстати здесь смотрите реклама galaxy s6 представьте сколько надо было заплатить чтобы вот возле такой достопримечательности с таким количеством туристов объект государственной важности во всю стену разместить рекламу у своего телефона мне кажется samsung вообще очень пробивная компания надо их держаться кого-то только не встретишь старушка которая во имя иисуса что-то просит вот причем у нее всегда пустая кружка и при мне кидали монеты но хуже чудесным образом там нет и тут же в двух метрах от нее человек без головы потрогала но похоже что все таки голова него есть катедра наверное на испанский манер слово кафедральный не знаю но на карте написано катедра и конечно здесь размах просто потрясающий я аж ахнула когда зашла честное слово тоже очень высокие арки вообще такое себя крохотулечное чувствую там посередине в такой простой белой одежде стоит священник видимо читает писание такая очень спокойная обстановка кстати даже не увидела стоят все или сидят стоят на коленях попачки стоят на коленях реально все то есть там специальные лавочки под ну вроде нельзя снимать не буду специальные лавочки для стояния на коленях так что девчонки мальчишки у нас еще лайтовый вариант просто надо креститься и кланяться тут вот представьте на деревянной лавке все колени можно отдавить себе представьте мы сейчас стояли ориентировались по карте куда нам дальше идти и смотрели на улице и к нам подошли батюшки и подошла женщина к нам ну местная судя по одежде такая everything alright ну видно что испанка типа у вас все вы не нуждаетесь в помощи все в порядке у вас в общем с явной готовностью помочь вообще я уж такая на нее смотрела думаю может она с кем то спутала она опять переспрашивать типа вам помощь нужна все в порядке а вот мы говорим да спасибо такие аж прибалдели еще испанцев принято продавать ноги целиком я не знаю как они ее едят всей семьей в течение года или за какой срок здесь вот такая красивая своя барселонская триумфальная арка она реально огромная я пыталась фоткаться рядом с ней но меня вообще не видно то есть это надо делать знаете большую жирную красную стрелку и писать вот я и кстати здесь еще очень занимательные маленькие фигурки которые расставлены по всей этой арке например безрукая летучая мышь в лифчике вот еще у нее платье рюшечками сейчас вам покажу вот она красотка вот она еще ротик открыла так забавно попугай тут оказывается гнездятся и даже любит себе гнездо вот видите много разных веток навалено ну как бы смита да и там попугайчики сидят они перелетают с этой пальмы на другую гора расположена через аллею и причем в клювиков приносят веточки их тут целая куча они очень громко визжат вот видно его смотрите реально там ползает попугай по вот этому гнезду причем гнездо походу семейное потому что оно расситано я не знаю на целую стаю попугайчиков здесь продолжение птичьего рая посмотрите на пол здесь просто груда отломанных булок вот и сколько местные птицы уже видимо так разжирели на вольных хлебах что даже их не едят потому что я видела ленивого голубя который там лениво гулял но он даже на эти булки не смотрел тут дядька играет на саксофоне я сначала долго не могла понять что за звуки странные а он по моему просто по очереди нажимает все кнопки сразу вспомнился пресняков вы это слышите? да просто песня замученного котенка смотрите какой потрясающий вид мы нашли здесь просто нереально красивые фотки получаются очень насыщенные цвета даже вода какая-то вот с зеленцой вот эти все ступеньки поросли мхом и обалденные фонтаны кстати это территория зоологического музея здесь тоже смотрите очень красиво просто райский уголок сейчас я вас поближе познакомлю с гусями гуси 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 короче так еще сделано что его никак не достать ни ножкой ни ручкой гляньте какие около озера смешные знаки во первых по ходу дела нельзя ловить птиц в клетку нельзя их кормить причем поить что ли тоже нельзя потом нельзя что-то сделать что-то наверное с рыбками и черепахами плавать нельзя воду сюда выливать и чтоб вас била молния тоже нельзя гляньте столкновения туристов в общем фоткались две девчонки темнокожие потом поменялись местами а кто-то посадил своего мальчика в итоге они не хотят уходить говорят типа нет мы фоткались а вы своего мальчика пустили вот такая вот смешная история продолжается прям на фоне друг друга гляньте мешать я не могу я не рада что здесь 20 киеве кстати сегодня рабочий день и вообще нет пробок вообще нет пробок то есть смотрите машин очень мало включая автобусы и общественный транспорт вот тут посередине трамвайная линия ну буквально дороги пустые мы пришли к выводу что наверное это в том числе благодаря дорогому бензину в общем решили мы присесть покушать но гаспачо и вообще хозяева ну это видимо фамильный бизнес здесь хозяин и хозяйка у них там кухонка своя хозяева вообще не говорят по-английски не то что там по-русски никто из посетителей здесь еще два вообще не говорят по-английски они нам с таким уверенностью это по-испански что-то объясняют мы только поняли слово гаспачо и дальше хозяйка начала в таких судочках пластиковых выносить из холодильника разную еду нам показывать спагетти как домашняя прям в тарелке с крышкой вынесла открыла будете нет а на следующую банку какую-то выносит оливье там какой-то наложенный по-другому называется с майонезом вот что еще она нам какую-то фасоль выносила тоже открыла крышку в кастрюле нет ну короче все по очереди мы решили пока попить поесть гаспачо потому что больше ничего не поняли вот какой нам гаспачо принесли в принципе такая немаленькая тарелка довольно большая и на двоих такие вот греночки сейчас высыпем посмотрим что получится получился гаспачо с гренками еще нам принесли вот такой салатик из свежих овощей и поджаренную рыбку по-моему это хек потому что зашел испанец который понимал по-английски и его попросили нам перевести меню в общем как мы смогли разобраться это должен быть хек видите подается к морепродуктам к морепродуктам подается лимон его надо выжимать на рыбку тимс 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 еще нам в подарок принесли мороженое с вафелькой думаешь не в подарок но посмотрим какой счет будет интересно но принесли не сказали платно не платно но в общем мы решили не ломаться и пойти есть три разных цвета кстати это место находится напротив национального музея вот тут национальный музей и идти буквально один дом туда даже меньше и там такая узкая дверь написано на входе что есть там туалет и у них комплексный обед стоит всего 9 там с копейками евро и туда входит вот первое второе мороженое еще нам подали и возможно даже вода мы просто не разобрались по-испански поэтому воду не заказывали мы сейчас гуляем около Саграда фамилия и она продолжает строиться точнее это собор наверное он в общем здесь вот такие вот леса есть в общем то что отгораживает пешеходную дорожку от стройки представьте все столбы биты но обернуты вот такой вот мягкой штукой видимо для того чтобы не травмировать прохожих на случай если кто-то удариться об эту штуку головой вот реально в таких мелочах видна какая-то забота о народе я не удержалась и зашла в торговый центр с косметикой здесь на Стэнди Мак есть офигенные тени которые называются Let's Roll какой у них потрясающий цвет для голубых глаз вообще просто смотрите такой ярко-ярко какой-то оранжево-золотой с красным подтоном и на меня очень странно смотрит мужик с накрашенными глазами подогреваемые смешные выстрелы выстрелы и выкользоваты